Женщина из России находилась на борту Даймонд Принцесс. У нее выявили симптомы болезни. Увлекательное путешествие превратилось в настоящий кошмар для пассажиров фешенебельного лайнера. Судно вышло из Экогамы 20 января и вернулось 3 февраля. Члены экипажей 3,5 тысячи пассажиров по-прежнему заперты на корабле в морском порту. Двухнедельный карантин продлится как минимум до 19 февраля. Очевидно, людей задержат на более длительный срок, так как заболевших продолжают выявлять большими партиями. Среди тех, кто подхватил опасный вирус, оказалась гражданка России. Ее сняли с борта и доставили в японскую клинику. В ходе медицинской проверки у находящейся на борту гражданки России было выявлено заражение COVID-19, сообщили в посольство РФ в Японии. Женщина пройдет курс лечения под наблюдение японских медиков. Пока это первый подтвержденный случай коронавируса у наших соотечественников. Среди узников Даймонд Принцесс остаются еще 23 россиянина. Всего же сегодня утром с борта лайнера эвакуировали 99 человек, которым передался вирус. Общее число заболевших среди пассажиров достигло 454. Источником заражения стал гражданин Китая, который покинул Даймонд Принцесс 25 января. Он сошел на берег по время остановки в Гонконге. Людям приходится соблюдать повышенные меры безопасности. Они ходят в масках и перчатках, большую часть времени проводят в заперти в каютах, совершая редкие прогулки на свежем воздухе. Им доставляют еду, воду и средства гигиены в индивидуальных упаковках. В понедельник судно также покинули около 400 американцев. Власти США приняли решение эвакуировать своих граждан. Их доставили на базу ВВС в Калифорнии. Здесь за ними продолжат наблюдать в условиях карантина и оказывать медицинскую помощь в случае необходимости. Власти Австралии, Израиля, Италии, Канады и Южной Кореи сейчас также рассматривают вопрос, чтобы забрать своих соотечественников домой, сообщает ТАСС. Число заболевших в Китае превысило 70 тысяч человек. Более 10 тысяч смогли выздороветь. Умерли 1770 пациентов. Ученые пришли к выводу, что новая инфекция гораздо опаснее для мужчин, недели для женщин. Елена Малышева высказалась о ситуации с коронавирусом в России. В нашей стране госпитализировали несколько граждан Китая, они находятся на карантине.